Приветствую вас. Проблема, которую вы описываете, можно решать безусловно через несколько подходов, через несколько средств, используя несколько видов средств. И, во-первых, первое, на что стоит обратить внимание, это то, что у вас было два опыта неудачных отношений, и в обоих этих отношениях вы воспринимали роль, вы исполняли роль, прошу прощения, человека, как бы средства от другого человека. То есть свободные эмоциональные мужчины с вами не встречались. И дело здесь не в том, что вы не женственны, не элегантны, ну и так далее. Об этом мы еще поговорим. А дело здесь именно в том, что ваша изначальная роль была проигрышной. По факту. По факту ваша изначальная роль была проигрышной. И вы, соответственно, не могли подняться выше этой роли не потому, что вы делаете что-то не так. Вы идеальны в плане внешности и характера и быта. И я думаю, что мужчины вряд ли стали бы вам лестить. Особенно те, которые с вами расставились. Смотрите, расставание для мужчины – это удар по его смолюбию, по гордости, по самомнению. И мужчина в очень редких случаях будет говорить о том, что его женщина идеальна. Получается, вы действительно для мужчины идеальна. Может быть, вы недостаточно защищаете свои интересы. Вот такое бывает. Такое возможно. Если это так, то с этим, конечно, нужно что-то делать. Но причина, по которой вы так себя ведете, она, ну, как бы, лежит на поверхности. И эта поверхность, вы сами же на нее, вы на этот вопрос сами ответили. Вы боитесь остаться одна. Тем не менее, про это мы еще тоже поговорим. А пока давайте, все-таки, попробуем закончить мысль, связанную именно с тем же, что у вас была определенная роль. Так вот, ваша определенная роль, которую вы играли в отношениях, она действительно имеет, ну, имела, имеет, так было, в принципе, всегда, имеет характерные особенности, характерные черты. И, простите, выше своей роли, вы подняться не могли и не можете. А вот почему вы выбираете такого мужчины, у которого была бывшая, и который явно с этой бывшей еще не, ну, не закончил отношения хотя бы на психоэмоциональном уровне? Это уже вопрос. Почему вы принимаете такого человека, это уже вопрос. Почему вы формально позволяете быть себе не единственной в глазах мужчины? Это вопрос, который, ну, на который, наверное, стоит искать ответ в той же плоскости, что и, значит, где вы называете себя неаккуратно. Ну, в общем, много-много прилагательных с приставкой меня. Далее. Между... Я идеальный, но парни не чувствуют ко мне ничего, кроме симпатии и нежности. Пишите вы. И все равно это, вероятно, с тем, что вы не даете им подчеркивать себя мужчинам. То есть, понимаете, у каждого мужчины есть свой образ, идеал поведения, своего поведения с женщиной. Для каждого мужчины есть идеальная позиция, которую он хотел бы занимать с женщиной. Дабы чувствовать себя мужчиной, и через ощущение себя мужчиной именно с этой женщиной, к этой женщине испытывать не только симпатию и нежность. Вполне вероятно, что вы мужчине этого не даете, не даете ощущения, что он мужчина. И, вполне вероятно, занимаете позицию... Ну, вот с позиции я здесь однозначно говорить бы не стал. То есть, может быть, это позиция такая своего человека. Ну, с позиции друга, позиция такая активная. Мужчина видит вас в себя. Естественно, чувствует, что, ну, он видит вас в себя, он видит вас в мужчину, и как-то ему не очень становится приятно. Да, нет, нет, есть, симпатия есть, но на духовном уровне женщина, кажется, женщина вас не воспринимает. Потому что вы напоминаете ему себя. Ну, ибо вы, напротив, воспринимаете чересчур отстраненную, отдаленную позицию, которая лишает мужчину вообще шансов на, по его мнению, лишает шансов на то, чтобы вас завоевать. То есть, он с вами, но он чувствует, что вы не его, что вы ему не принадлежите до конца. Тогда можно говорить о наличии у вас определенных страхов, страхов. Тогда можно говорить у вас о наличии определенных сомнений. Тогда у вас можно говорить о наличии, может быть, некоторых комплексов, не принятия из себя себя. Потому что только если принимая себя, можно принимать других. других, об отсутствии или недостаточного уровня любви к себе, это очень хорошо проявляется в вашем абзаце, где вы говорите, что представляете себя девочкой или 14, неаккуратно, неукройно, и так далее. И тогда нужно ответить на вопрос, почему именно побросок, и откуда столько, ну, не самых лестных эпитетов в свой адрес. Почему не доверяете взглядам мужчин, почему в себе не уверены, что мешает вам поверить в себя, что мешает вам лучше о себе думать, а главное, что для этого нужно. Ну вот вы неаккуратно. Хорошо. Конкретно. В чем проявляется неаккуратность и как это исправить? Вы неуклюзия. В чем проявляется неуклюзия и как это исправить? Вы неэлегантны. А как проявляется неэлегантность? Что для вас элегантность? Если у вас идеал этой самой элегантности, то есть некая, некая такой мерил элегантности, неженственная. А что, опять-таки, для вас женственность? Что есть для вас женственность? Какой идеал женственности? Вообще, первичный идеал женского поведения нам дает мама. Как правило. Заникает вопрос, не было ли у вас проблем с, например, отношениями с мамой, в отношениях с мамой? Не было ли у вас каких-то негативных моментов именно в этом аспекте? Какой идеал женского поведения для вас? Имеете ли вы его или нет? Если нет, нужно выбирать и ориентироваться на него, на идеал женственности. Например, если вас считают женственной, вас считают хорошим человеком, а вы говорите, что я не женственный, значит, то, как вы себя ведете, это не ваше естественное поведение. То есть, идеальность в плане внешности и характера быта, и отсутствия выноса мозга, отсутствия истерики, и отсутствия требований всегда в хорошем настроении. Это не вы. И люди это чувствуют. Здесь дело даже не в мужчинах, здесь именно дело в людях. Люди чувствуют, что это не вы. Это не вы, настоящее, возможно. Потому что нельзя быть, например, как всегда, хорошим настроением. Нельзя никогда не выносить мозга, никогда не истерить. Женщина должна иногда это делать. Но вы этого не делаете. И мужчина задает свой вопрос, почему? Почему? И отвечает ему, опять-таки, себе самым. Во-первых, давайте перед тем, как ответить на этот вопрос, давайте закончим ваше предложение. Поговорите. Не готовы, а вы не готовы к отношениям с мужчинами. Скажите, а как проявляется готовность к отношениям с мужчинами? И что, когда люди встречаются там, как это модно сейчас, в 16 лет, в 15 лет, вы думаете, они готовы? Вы думаете, что можно быть готовым к этому? Вы знаете, нельзя быть готовым к отношениям, нельзя играть роль, обыгрывать роль женщины, ну и вообще, как сказать, партнера по личным отношениям, до тех пор, пока вы на эти отношения не вступишь. Именно эту роль обыгрывать нельзя. Вы можете быть женщиной для себя, вы можете придерживаться идеала женского поведения, но реализуетесь только в отношении с мужчинами. Это правда. Реализуетесь именно в том аспекте, который касается именно сферы взаимодействия. При этом никто не говорит о том, что вы сами по себе не являетесь женщиной, сами по себе обязательно не должны остаться одна. Это ваш фраг. Далее. Цепляетесь за мужчин. Зачем? Вопрос к вам. Зачем вы цепляетесь за мужчину? Для чего вам это нужно? Что вы хотите от них получить? Какая у вас мотивация за них цепляться? Да. Вы говорите. Я боюсь остаться одна. Почему вы боитесь остаться одна? С чем связан ваш страх остаться одну? Что он для вас нечет? Ну, останьте всего одна. И что? Что дальше? Почему это вас пугает? Понимаете, любой страх – это очень сильный мотиватор. Люди на путь страха делают совершенно, ну, некарактерные, часто безумные для себя вещи. И почему? Потому что, опять-таки, они неестественны. Если вы делаете все, что вы делаете, вот то, что вы описываете, да, не истерите, не требуете, на хорошем настроении, не выносите мозг, если все вы это делаете для того, чтобы не остаться одной и быть с кем-то, то мужчины чувствуют, что вы готовы терпеть их. Что вы готовы делать все, готовы им угостать, готовы быть с ней, либо только не остаться одной. Они понимают, что вы их вдвоевать, вас не надо. И терять вам интерес. И тогда, чтобы это прекратилось, нужно определить, почему вы боитесь страха одиночества. Откуда он взялся, что одиночество для вас значит, и так ли оно страшно, и учиться контролировать это. Одиночество – это дождь, но человек не контролирует. Уединение – это дождь заданится непосредственно от человека. Если вы будете уединяться, то проблем, на мой взгляд, именно с одиночными вас не будет. Уединяясь, вы будете учиться находиться наедине с собой, учиться находить хорошие моменты наедине с собой, использовать эти моменты для того, чтобы прислушиваться к себе, чтобы понимать, кто вы, какая вы, куда вы идете, мы стремитесь, чего вы хотите и так далее. Любой человек, если он хочет независимых свободных отношений, Любой человек умеет находиться наедине с собой и не боится остаться одним, потому что боярин остаться одному, пройдет зависимость от партнера. В зависимости от партнера всегда ставить того, кто зависим, ниже того, от кого человек зависим. Из-за этого, возможно, у вас и не складываются отношения с молодыми людьми. Далее вы пишите, я думал, вы уже остались. Все вы истеричные, требовательные, скандальные. Иногда кажется, мужчине этого и нужно, но я не могу, так как это не я, и мне кажется, что я буду выглядеть еще смешнее. А какая вы? Вот идеально не выносящая мозг, не начинающая их тридцать и многого не требующая, тоже не вы. Мы это определили. Сперва тоже не вы. Какая вы? Где-то в балансе, верно? Где-то в балансе между вот этими двумя крайностями. И как это определить? Лучше прислушиваться к своим желаниям и не позволять страху влиять на вашу линию поведения, на ваше отношение к себе и к мужчинам. Именно так можно ответить на ваш вопрос. В своем ответе я наметил как минимум несколько направлений для работы с вами. Не буду перечислять сколько, потому что вы сами увидите те направления, в которых вам нужно работать дальше. И если вы действительно хотите поменять ситуацию, то вам, если я соглашусь с коллегой, что первый ответ вам на ваш вопрос, а я соглашусь, что нужно консультироваться лично. Потому что вот так в формате ответ на вопрос, такой достаточно глубокий и разносторонний вопрос разрешить невозможно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. В общем, желаю вам всего самого доброго и удачи!